Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог живой Зима радости, мой Бог со мной. Понял я в этом мире, зачем ты скажи, Чтобы счастье другим подарить. Зима радости, мой Бог со мной. Понял я в этом мире, зачем ты скажи, Чтобы счастье другим подарить. Зима радости, мой Бог со мной. Сила радости будут со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Радуйтесь, радуйтесь, всегда радуйтесь И еще раз говорю вам, радуйтесь Радость она завершенная Бога в небесах, наверное Радуйтесь, всегда радуйтесь И еще раз говорю вам, радуйтесь Радость она завершенная Бога в небесах, наверное Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Алилуйя, народа Божьей Веселитесь, танцуйтесь Переход за фуррогом Он велик, он всемогущий И он восстанавливает нас Чтобы счастье другим подарки, Сила радости, мой Божьей Весел Весел Ведь Богам言 Весел Без Бога моим! 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 Мирослав. Они приехали из Киева. Вот те, кто давно. Они помнят Оксану. Но Мирослава они не знают. Оксану Фома. Вот наша Оксана. Оксана была в моей команде в Украине в фонде по помощи детям. И сейчас они приехали в Америку. Только приехали с Багаму. Загоревшие, отдохнувшие, светущие. Ну, поприветствуйте. И самое главное, я бы хотел, чтобы вы вдвоем засвидетельствовали о важности не подготовки, а именно о важности пастыров в жизни людей перед свадьбой. То есть о важности пастыров. Потому что мы считаем, что пастыр, он что-то дурит нас. Он так хочет, чтобы так было. Это ему так удобно, чтобы люди не женились, не выходили замуж. Особенно некоторые, говорят, попридумывали там не целоваться, не встречаться до брака. Вот они, Оксана и Мирослав, это наглядный пример ну, разных ситуаций в жизни. Так что, с кого? С кого? Да. Да, я очень рад вас всех приветствовать. Мир вам и шалом от Господа Бога и от нашей церкви, от всех пастырей наших из Киева. Мы вас благословим честно. Это честь стоит перед вами здесь и присоединиться к вашей хвале. Для нас это великая честь. Вы народ Божий, великий и царствующий. Мы к вам сегодня пришли с благоговорением, с почтением. И мы вас благословляем. Вот. И... И... Мы хотим сказать, что всякое послушание пастырям, это очень важно и полезно. Вот. Потому что непослушание, бунт вообще всякое, ну, расценивается как бунт перед Богом, перед самим собой. Это просто возраст такой, вы понимаете, нужно к этому прийти. Вот всякое вот это вот бунт, вот это вот что, вот я не чем-то бу-бу-бу, вот это бу-бу, начинается бунт, я так считаю. Это мое, да, личное откровение, я не хочу, как бы, никому ничего говорить. Просто делюсь, как я расцениваю. Если я на какого-то пастыра бу-бу, все, стоп и шаг назад. Вернись в исходное положение, почти пастыра, почти его слово и будь в послушании. Потому что пастыря, это Богом данные нам люди, которые заботятся о нас. Всякое, как бы, испытание, которое с их стороны они хотят дать, или какой-то урок, или еще какой-то совет, или какой-то, ну, какой-то, ну, как вам сказать, проверку какой-то. Это для нашей пользы, в первую очередь. Вот, я прошел, перед тем, как Оксану Вячеславовну, звезду и принцессу Божию, вот, да, да, мне пришлось пройти все, я вам поделюсь сейчас. Во-первых, это, ну, личные отношения с Богом. То есть, надо было заглянуть, да, какой человек, что он хочет, как. Вот, и если этот человек, ну, по моим принципам, то есть, действительно соответствует мне, то, как пастыря учат нас, вы знаете, нужно сделать предложение по-честному, нужно с пастыром поделиться, а вот что вы думаете, как вы считаете. Вот, если пастырь одобряет, ну, то есть, вам дает заботу, это человек со стороны, который видит вас лучше. Вот, если говорит, где-то подожди, значит, где-то что-то подожди, поработай над собой, это нормально, это нормально. Вот, как вот учит пастыр СНД, сделай предложение, подожди ответ, Оксана Вячеславовна мне ответ дала через год где-то, ну, я вам серьезно говорю, все это время мне приходилось за ней ухаживать, что-то, какие-то вот, я то же самое, я смотрел то же самое, что Оксана Вячеславовна, борщом накормила, ну, честно говорю, то есть, я со своим сын, там, что-то надо послужить, послужу, транспортом, транспортом, где-то помочь кому-то, помогу, поучаствую, служу, не поучаствую, деньгами, значит, деньгами. Вот, и я смотрел на свое сердце, если я где-то скряга, надо быть честным, надо ломать это, надо все это, и вот как раз оно все проявляется, когда ты ухаживаешь, когда какой-то период подготовки есть. Вот, я не смел, там, какие-то притязания к пастырям и все. Мы прошли две школы, две школы. Мы прошли сначала анатомию брака, этого, мы думали, что это все зачет, зачет. На самом деле, когда мы пришли к пастыру Боси, пастыр Боси говорит, вы знаете, это не зачет. У меня своя школа, 250 вопросов, на которые вы должны задуматься, пройти и написать мне работу письменную. Я ее прочитаю и посмотрю, каждый из вас, как вы готовы вообще положить жизнь за друга, как вы готовы любить и что такое любовь. Вы понимаете вообще, что такое семья или нет? Вы готовы жертвовать для другого? Вы готовы сделать его счастливым не себя, а его? И она смотрит, вот эти, там, она сначала, сначала одни вопросы задала, потом еще какие-то уроки задала, потом еще какие-то, ну, в общем, в сумме где-то 250 вопросов. И мы не роптали, честно говоря, вот сколько давало, столько и давало. Это правильно. Я вам хочу сказать, это правильно. Потом у нас еще было спивбесседа, вот, спивбесседа, ну, собеседование, извините. А у вас все национальные сидите? Да, да. Да, и мы садились, и пастыра Боси, она задавала нам конкретные вопросы. Что вы, как вы будете жить и все остальное. Но мы не смели, вот, честно говорю. Может, кто-то, когда вот по горячности своей, это вот чисто вот такое, как бы, либо ты внутри молодой еще сильно, хотя тебе, там, допустим, 50, но ты еще юноша. Понимаете? Но я вот на свои 18 уже не могу быть юношей, мне нужно быть уже взрослым человеком. И поэтому я себе так, значит, если ко мне какие-то, вот, есть дистанции, что-то, какие-то сроки, значит, да, пастырь Юра точно так же, он говорит, так, я приеду, без меня ничего. Все, значит, да, с почтением ждем пастора Юру с Америки, это еще один пастор. Я говорю, у меня было три пастора, это был пастор Джордж, пастор Боси и пастор Юра, с которым мне нужно было встретиться, всем сдать экзамены. Я бы и сказал, ничего не будет. Да, ничего, ничего, да, вообще. Поэтому все нормально. Значит, тот, кто, я просто хочу сказать, тот, кто умеет, ну, это, вы понимаете, вы должны быть готовы к семейной жизни, нужно уметь терпеть. Нужно уметь терпеть. Вот твой пастор Бося стоит, вот твой пастор Юра, и вот твои все, пастор Джордж, и все пастори, а вот они стоят, вот в жизни, в семейной, каждый день. То, что тебя заставляет где-то что-то проходить, слава Богу, принимай с благоговением. Если ты хочешь быть как, вот, необузданный, необузданный, знаете, юноша такой, как этот лось, извините, нет, ну, как животное, нельзя так быть. Надо быть в благоговении, в почтении, тогда ты сдаешь экзамены в жизни. Вот это мое свидетельство. Пасторя благословение для нас. Если какой-то пастор что-то тебя ругает, то ты ему целуй ноги, потому что он тебя поднимает. Для меня критика, когда мне что-то говорят, это больно, это неприятно. Особенно, если при всех говорят. Это, мне иногда пастор Сандре говорит, ну, что ты такой умный. Я был на ретрите, я говорю, пасторя, вы знаете, вот, мужчины наши, вот, они как-то к женщинам не так, они, это, вот, благосклонно относятся. Вот я, мое понимание такое, вот он должен и в кафе, короче, привезти, заплатить сам, в кино куда-то там, а вот они не делают. Знаете, что пастор Сандре сделал при всех? Что человек сидел, мужчина, говорит, а что ж ты такой умный, до сих пор не женился? Я сразу, боже мой, спасибо, пастор, я каюсь, буду работать в этом направлении, да, спасибо, это мой недостаток. Есть такое. Все, и я начал в этом направлении двигаться. Поэтому, если вас обличают пасторя, благодарите их. Они хотят только добра. Потому что, благодаря критике я смог состояться в жизни, в каких-то направлениях продвинуться. Если бы мне не критиковали, я бы был в своем невежестве, так и был бы, честно говоря, не, вот, знаете, как у меня менталитет советского человека был? Я вам сейчас расскажу, по-честному расскажу. Это было давно, но это было. Я заходил, короче, ну, когда-то, я не, это было не с Оксаной Вячеславной, какая-то сестра была другая. Мы заходили с ней в какой-то, вот, в какой-то колу, там были дорогие билеты. Я очень мало зарабатывал, очень мало тогда. А сейчас уже лучше. А тема отклонилась? Хорошо, тогда я помню. Значит, тогда я благословляю, это следующий, тема следующего раза, как я ходил. Раньше, ну, все пастыря, это благо, это критика, это благо. Просто одевайтесь с нею и растите. Я вас благословлю. Аминь. Спасибо. Даже вам, пилиста, ничего не поделаешь. Слава Богу, благословение. Некоторые рот не могут открыть для того, чтобы сказать о Боге или вообще два слова. Слава Богу. Вот. Слава Богу, да, рада вас видеть. Я рада, что я вернулась и видела в вашем юридике. Спасибо за каждого из вас. Действительно, хочу сказать о важности, о роли пастыра в жизни любого христианина. Потому что на самом деле пастырь, это не наказание, это большое-большое благословение. И если у кого-то из вас есть претендент на руку и сердце, да, то, наверное, первый человек, кого мы должны сказать об этом, это пастырь, а не родители. Потому что с родителями обязательно нужно тоже советоваться. Но пастырь это первый человек, которым должен быть в курсе. Потому что, знаете, он настолько любит вас и печется, что он дальше видит, дальше знает. Потому что родители, они как прожили жизнь, да, они знают, что посоветовать ребенку лучше. То есть так же и пастырь, только в духовном мире. Поэтому он и помолится за вас, и будет и ходатайствовать, и молиться, что у вас было все благополучно, и семья сложились, и отношения с этим все от Бога. Поэтому, да, наши отношения складывались тоже с помощью пастыря Юры, пастыря Боси, пастыря Сандея. Потому что уже как бы мы не маленькие дети, действительно хочется счастья. И ты не враг самому себе. Какая-то мудрость уже с опытом пришла. И мы уже просто действовали, ну, по руководству пастырей, действительно, духовной власти. Потому что это не просто пастыря, это не просто люди, это Бог говорит через них. То есть, по сути, это посланник для нас всех, то есть душепопечитель. То есть, да, как в Библии говорится, что каждая душа должна быть подотчетна. Если мы делаем то, что хотим, и так, как мы хотим, и приходим в церковь, молимся, и, да, пастырь, мы вас благословляем, а в сердце своем мы не согласны, идем вразрез с тем, что пастырь говорит для нас, это лицемерие, получается, это лукавство, да? Нужно быть честным перед собой, перед Богом, и доверять пастырю. Конечно, он человек, конечно, он кровь и плоть, но дух, он же идет от Бога через него. Поэтому это очень серьезно, очень важно. И, знаете, чем тернистей путь к своему счастью, тем в браке больше благословения, через смирение, через какие-то боли, неудобства, и все такое. Так что, слава Богу. Благодаря благословляю, благословляю, благословляю. Когда Оксана мне пишет, мне говорит, все, я выхожу замуж. Говорю, сейчас. Я говорю, пока я не приеду, никакого замужества. И потом я приехал где-то, через полгода после того, как она мне написала, я с ними встретился, и сразу задаю ему вопрос. А что ты сюда пришел вообще? Он такой, ну, серьезно, я встретился с Оксаной чай попить, а ты что сюда пришел? Говорит, жениться хочу. Говорит, ты что, насильник, иди отсюда. Жениться он хочет. Короче, мы полтора часа с ними разговаривали, пока они мне сказали. Убедили меня, что они любят друг друга, что они действительно, ну, не то, что там созданный друг, что он готов заботиться о ней, что она готова служить ему, что они готовы вместе создавать там что-то. Я такой думаю, ну, ладно, через месяц я скажу. Вот, и потом, как бы уже, ну, были некоторые причины. И потом, когда эти причины закрылись, все вопросы позакрывались, двери все позакрывались, открылась Божья Благодарь, говорю, все, женитесь. Я уже Оксане потом позвонил, говорю, все, даю добро. Так что, благословляю вас, вы классная семья. Я был ребеном уже после свадьбы, и они действительно дружные, то есть, действительно, Божьи планы на их семье. Аминь. Так что, велкам. Спасибо. Мы сажаем. Вот, если у кого-то свидетельство, что Бог сделал в вашей жизни, мы всегда в воскресенье говорим Божью славу, потому что за неделю мы должны научиться видеть, что Бог делает в нашей жизни. Мы должны увидеть Божью руку, мы должны увидеть Божье благословение, мы должны увидеть, что Бог живой. Если ты не видишь этого, то тогда хотя бы увидь это в жизни людей, которые тебя окружают. Что, у нас только два человека, да, будет свидетельство? Три. Выходите, чтобы я просто видел. Всем еще раз здравствуйте, мои любимые. Хочу поделиться с вами в плане здоровья. После воскресного служения в понедельник, День чудесный, у меня схватилась спина. Причем схватила так, я думала, что я не разогнусь. Свидетель вот сидит перед вами, моя сосюнка, и я ходила вот так. И мне было, думаю, супер. Так Света умудрилась мне еще дать ребенка, которого я таскала с собой, потому что не было коляски. И я еще с ребенком, это была позиция вот такая вот. Думаю, как я дотерплю, Господи, спаси. Пришла я к Свете, говорю, так, молись. Накладывай свою руку. Помолились. Думаю, все, я исцелена. Минь, Господь, все, ранами твоими. Второй день, думаю, так, ранами раз. Думаю, надо свидетельство вспомнить, исцеление. И знаете, как помогает, вы себе не представляете, даже как бы служителям. Все равно свидетельство, которое здесь произносится. Ребятки, они в голове сразу же по темам так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я вспомнила сразу Милу в том угле, как она говорила, боролась со своей болью целый месяц. Я ее победила. Думаю, да. Славим Господа с пастором Юрием. Он в церкви, я дома. Каждое утро, думаю, все, танцуем, поем, будем прославлять. Боль отступила. Отступила так, что, вы видите, как бы стою, разбиваюсь. Загнуться вообще не могла. Потому что, слава Богу, благодарю за свидетельство, которое здесь произносится. Аминь. Аминь. То есть, вы поняли, что она сказала? Она начала вспоминать свидетельство. Потому что, если Бог исцеляет Нилу, Валентину, Свету, Наташу, там, если Он исцеляет, то кто Он такой, чтобы тебя не исцелили? Аминь. Для каждого это благодать. Аминь. То есть, вспомни просто и скажи, Господь, именем Иисуса, которого ты исцелил, Милу, исцели меня. Аминь. Аминь. Здравствуйте, дорогие наши. Очень приятно видеть наших гостей. Очень приятно, безумно соскучились. Давно-давно вас не видели. Очень рады и поздравляем вас с законным браком, с правильным браком. Молодцы. Значит, свидетельство. Я хочу сказать, что в жизни каждого крестьянина, да, наверное, в жизни каждого человека, даже того, который не знает Бога, он просто не знает, что это делает Бог. Происходит очень много всяких радостных открытий, событий. И я хочу просто воздать Богу славу за то, что он есть в моей жизни. И я не устану это повторять. Потому что, если бы не было его, возможно... Не реви. Это слезы радостные. Но все-таки слава Богу за то, что он есть в наших жизнях. Слава Богу за то, что... За все, что он дает нам. Правильно ребята сказали. Это школа, большая школа брака. Есть миллион подводных камней, которые... Вроде верхушка светлая-светлая. Кажется, что все-все классно, все здорово. Буквально неделю назад я ходила в таком полном... Ощущение полного счастья, полной гармонии. И вот потом раз и споткнулись в этот подводный камень. И опять, если бы не было Бога, мы бы, наверное, поубивали. Наверное, друг друга не по-христиански. Разошлись бы, хлопнули дверями. Слава Богу, что он вмешался. Слава Богу, что есть молитва. Слава Богу за нашу дочку, что она правильно делает действия. В правильных ситуациях. Ага, что она сделала? Знаешь, что дочка сделала? Позудила ко мне, и вы с ней помолились. Аминь. Вот я поэтому и говорю. Я поэтому и говорю, что дочка правильно. Спасибо пастору. Спасибо Богу за пастора. Спасибо Богу за дочь. Спасибо Богу за всех вас. И спасибо Богу за то, что Он дает нам эти испытания. Мы закаляемся как-то встали. Аминь. И сына. Аминь. И еще я хочу сказать, что сила молитвы. Думаю, на ночной молитве возник вопрос. У нас сейчас такие волны. У меня с работой, у Славы с работой. Мы как бы предполагали какие-то перемены. Но мы думали, что они уже свершились. Оказывается, это была только первая ступень к переменам. И мы помолились за какие-то ответы, за какие-то определенные... Определенности какие-то. И слава Богу, все меняется просто как калейдоскоп. Вы представляете. Люди из мира не представляют. А вы представляете. И я знаю, что Он не оставит. И я знаю, что Он не предаст. И не уберет свою руку, пока мы не захотим. Аминь. И слава Ему. Я призываю. Молитесь, просите. И приходите на ночные молитвы, пожалуйста. Спасибо. Алена. Здравствуйте. Здравствуйте, Серега. Здравствуйте. У меня короткое свидетельство. Я некоторое время назад для себя открыла... У меня было откровение насчет десятины. И я исправно всегда относилась к этому. Но некоторое время назад у меня перестала бы такая возможность давать десятину. И, естественно, появились всякие финансовые нужды, которые... И я не знала, откуда взять эти финансы, чтобы покрыть эти нужды. И я помолилась, я попросила Господу. Я сказала, как бы немножко напомнила. Господь, ты пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты это сказал. И так получилось, что деньги... Вот сейчас будет годовщина, мне нужно определенным образом к ней подготовиться. А денег нет. И эти деньги сегодня, я посмотрела, они пришли в тот источник, который официально закрыли. То есть некоторое время назад официально закрыли этот источник. А сегодня я смотрю, там денег лежит, кеш, нормально. То есть, понимаете, официальный источник, который закрыли. Положили туда деньги. Надо снять быстренько кеш, чтобы обратно не забрать. Да, да. Но, то есть, они пришли, я не могла подумать вообще про это место, где даже посмотреть, чтобы найти деньги. А они там для меня есть. Слава Господу. Не знаю, я не видела того глаза, не слышала того уха. Я ловлюсь на мысли, что значит, мне все-таки трудновато на русском языке значит, изъясняться, но я... А мы вас и по-русски, или по-русски, или по-русски. Я по-своему лучше. Значит, мы знаем все, что я неоднократно повторяла, что свидетельство это оружие против дьявола, наше оружие, значит, что Бог сделал в нашей жизни, в общем. И по мере того, какие откровения я получаю, я делюсь с вами сразу, я по мере того, как расту духовно, я сразу делюсь, потому что я считаю, что это важно. Значит, я хочу рассказать вам следующее. Значит, это было в пятницу. К нам пришли дети, к моей девочке, где я работаю, пришли дети. Мне надо накормить, было уже не одно, а четверых. У меня там жарилось, парилось, варилось, еще надо было поменять воду в цветах. И тут кричит Наташа снизу, это моя хозяйка. Оксенучкоу! У нее так. Оксенучкоу! А я думаю, да я знаю, там надо сумку ей помогать нести на четвертый этаж. Ладно, нести, не буду, я спускаться. У меня жарится, парится, варится. Короче, я не пошла. Ну, Наташа у меня хозяйка очень хорошая, она не повторяла еще раз, она выволокла эту сумку тяжеленную на четвертый этаж, с больной ногой, с больным коленком. Пришла, вижу, еле... А я ничего, ничего. Как бы так и должно быть, знаете, ничего не говорю. Люди добрые, как начала меня обличать моя совесть к вечеру. Мне как начало быть плохо. Думаю, это я, а я потом еще вспомню, сколько мне подарков надарили. Рождество, Новый год, второе Рождество, день рождения. Подарки все очень дорогие. Как начала меня обличать моя совесть. Но мне сказать, извините, я не могу вспомнить, когда в последний раз я извинялась. Это не то, что я не воспитана, я довольно воспитанный человек. Это та гордыня, которая у меня вот не сломана там внутри. Знаете? В общем, легла я спать. Где-то после полночи я пробужаюсь. У меня такие угрызения. Такое в середине. Мне так плохо. Я не могу спать. Я кручусь, я верчусь. Я залезла в интернет. Я еле жду, чтобы уже просветало, чтобы видно, чтобы утро. Слышу только шорох. Там Наташа утром уже что-то. Я выхожу такая, ничего не причёсанная, не умытая. Говорю, Наташа, мне нужно перед вами извиниться. Извините меня, пожалуйста. Это моя победа. Это моя победа. Понимаете правильно? Это для меня очень хорошо. Она говорит, за что? А я говорю, вы меня позвали, а я не спустилась вам помочь в сумку. Если сумка была очень тяжёлая, у вас болит колено. Наташа мне очень плохо. Наташа, я и радостна, что мне плохо. Но я должна извиниться, она такие глаза, она в мире. Она не понимает, про что. Да я забыла это. Да плюнь ты на эту сумку, да выволокла, и ладно там. Эту сумку. Говорю, Наташа. Но поймите, мне очень плохо. А сама думала, аллилуйя, это моя победа. Это моя победа, потому что совесть, это посланник Бога в нас. Понимаете? Это посланник Бога в нашем человеке, это наша совесть. Понимаете? И если нет этого посланника, нужно кричать, сос. Я пропадаю, я умираю, я погибаю, сос. У меня нет совести. Понимаете? А для меня это, понимаете, и я говорю, это не то, что... Ну, у меня, ну, вот эта гордыня меня гложила, гложила. Я сравнительно молодая крестьянка, понимаете? И я думаю, что она победа. Слава тебе Господь за эти угрозения, за эту бессонную ночь. Молодец. Слава Богу, что все так получилось, знаете, этого. И буквально сегодня утром я захожу в магазин, я шла в гости, мне надо было там в столу что-нибудь купить, салат сладкое. Я купила на 7 долларов и 90 центов. Я даю десятку. А мне дают сдачу 7 долларов и 90 центов. Оставляйте, я 2 доллара. А я засунула сумку, потом, ну, хоп, это что-то не то. Говорю, девушка, вы обманули себя. А она, ой, сори, сори, я перечитаю. Говорю, не меня, а себя. А знаете, мне нельзя обманывать, я христианка. И мне так радость, у меня так гордая. Знаете, я вышла, солнышко светит. А я иду с таким хорошим настроением. Спасибо тебе, Боже. Она работает за 7 долларов в час. Ну, зачем мне ее час? Знаете, опять я такая рада. Думаю, Господь, спасибо тебе за то, что ты присутствуешь. Братья и сестры, как не благодарить такого Господа? Как не преклоняться перед таким Богом? И я молюсь, говорю, Господи, поведи меня на ту Нью, где я смогу трудиться для Тебя. Это для меня самое важное. Вот на пьедестале стал Господь. Мне не важно, как я выгляжу. Мне не важно, значит, вся литература, которую я перебирала, для меня пустая теперь. Все, значит, фильмы, что я смотрела, для меня пустые. Все телепередачи, это для меня такое пустое. Для меня на пьедестале стал Бог. Понимаете, и это после той Оксаны страшной, которая была Оксана, и как ему не служить. И вы знаете, я вспомнила, говорю, Боже, я теперь понимаю, ту женщину, которая жила в инвалидном коляске на восьмом этаже, ей очень хотелось служить Богу. Она не могла, она была неходячей, а ей хотелось служить. Господь увидел это сердце, увидел вот эту большую просьбу, Боже, я хочу как тебе служить, я инвалид, я не могу выйти из этих стен. И тут ей приходит мысль, она пишет, значит, записки, кому надо покаяние, в общем, я уже точно не помню, что там было. Но у нас восьмого этажа начала эти записки разбрасывать. Братья и сестры, очень короткое время, она дома организовала церковь. У этой инвалидной женщины церковь дома, понимаете. Господь увидел ее желание, это неистовое. И он пошел ей навстречу. И он показал ей, как он хочет, чтобы ему служили. И я очень надеюсь, что Господь мне тоже поможет, мне тоже укажет, потому что я умоляю его. И он мне неоднократно доказал, что я не просила, он мне за святительство, он мне все дал. Абсолютно все дал. И я еще вспомнила, я очень быстро, я ценю очень церковное время, потому что я только пока раз не в деле могу сюда приходить. Я стараюсь очень быстро. Мне многое хочется сказать. Слава Богу. И вы знаете, значит, я вспомнила того мальчика в центре Сиднея, в очень большой центральный универмаг. И он бомбил, я считаю, что он бомбил в этом универмаге. Его выбросили родители. Он родился с одним лишним хромосомом. Результат синдром Дауна. Одна нога короче другой. Одна рука иссохла. Он урод. Урод его искаженное лицо. Он маленький. Его все бьют. На них все издеваются. Его все обзывают. И он услышал в один прекрасный день, что есть тот, кто его очень сильно любит. Того, кто его любит, зовут Иисус. И он начал поклоняться. Он начал просить. Он начал радоваться. Он забыл, что на него плюют. Его, кстати, выбросила мать с отцом миллионера. Дедушка у него был мэр города. Им не нужен был урод в доме. Они его просто выбросили на мусорную яму, в свалку. Значит, и он выжил как-то. И на него плювали, били. И он боялся, значит, евангелизировать, потому что не раз его били. Его не слушали. Единственное, что он мог сделать, попросил знакомых. Он не умел ни читать, ни писать. Значит, ему изготовляли листовки. А он тихонько подходил в этом большом гуме, центральном универмаге. И сзади засувал эти листовки человеку прямо в руки. Развертался и убегал, чтобы ему не попускалось. Понимаете? Потому что многие его били. Не раз он получал даже там. Он хотел служить тому, кто любит его. И вы представьте себе, через него каялись, значит, спортсмены. Через него каялись, обращались к Господу. Очень знаменитые люди. Даже фрау, жена посла Германии, через него покаялась. Посла Германии в Австралии, через него покаялась. Через этого маленького урода. И я хочу сказать, что Бог нелицеприятен. Ему все равно, какие мы. Ему все равно, как мы выглядим. Что мы собой представляем? Бог нелицеприятен. Слава ему. Слава ему. Аллилуйя. И вы знаете, один пастыр захотел... Я забыла, я читала, как этого пастыра зовут. И он хотел вычислить этого. Кто же там сзади сует эти листоки? В конце концов, что каются столькие люди. Каются такие знаменитости. И он пошел вычислить. Кто же это сзади? И говорит, такое-такое. Засунул в руки, такой смешной, такой смешной походкой убежал. Засунул в руки, такой смешной походкой убежал. И тут пастыр начал его вычислять. Вычисляет день, вычисляет два. По четыре часа они пропадают в этом универмаге. И раз, тут ему в руку. А он, хватит, схватил его. Говорит, я повернулся. А этот, пишет, он описывает, а этот я увидел урода. Я увидел маленького, жалкого человечка с сухой рукой, с одной ногой меньше, с искаженным лицом. Но я эти глаза, эти глаза улыбаются. Эти глаза счастливы, эти глаза радостные. Я, говорит, прочитал точно те записки. Говорит, я встал перед ним на колени. Я обнял его, он обнял меня. И мы долго плакали, обнявшись друг с другом. Так что, слава Богу. Он не лицеприятен, братья и сестры. Он любит каждого. Он не смотрит, ты урод, ты бомж, ты царь. Ты говоришь, он для него дорогая душа. И слава ему, слава, слава. И не надо переставать его хвалить. Не надо переставать его поклоняться. Не надо переставать говорить вот эти чудеса. С акцентом, без акцента. Через слово по-русски надо хвалить Господь. Он достойный. Он достойный. Слава ему. Ау, вау. Слава. Валерий. Ну, так что она, молодец. Евангелист. Евангелист. Почти. Да. Не накрасилась хорошо. Окей, есть еще свидетельства? Всех. Всех, да? Вчера была у Валентины группа для женщин, которая называется Жемчужина. Слушайте, если вы еще ни разу там не были, вы очень много теряете. Говорят, там такие интересные вещи вчера были. Так что, в следующем месяце будет 8 марта служение. И это будет посвящено вам, естественно. Но это будет клуб для женщин. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Вот. Это будет, ну, праздник. Наши дети готовят вам концерт. Вот. Будет, ну, такое... Во-первых, это годовщина, два года. Это будет, ну, такое поздравление. То есть будет праздник. Будет, ну, и 8 марта. И годовщина женского клуба. И просто праздник для женской души. Так что 8 марта все женщины, которые есть в Бруклине, надо их пригласить на этот клуб. Чтоб они уже увидели эту Валентину. Уже в полноте. А то она прячется у себя в квартире там где-то. Собирает как-то, как Александр рассказывал, это женщина на коляске. Так она там в квартире у себя уже церковь собрала. А вообще даже места не было где сесть. Так что, пожалуйста, 8 марта приглашайте всех женщин. Кого только встретите на дороге. Всех на клуб для женщин. Следующее. Следующее в субботу и воскресенье будет празднование нашей четвертой годовщины. То есть нам уже 4 года. Это уже стоящие на ногах. Это уже, знаете, как я говорю, ребенок, которому 4 года. Мы когда-то нашли, ну в Украине я занимался беспризорными детьми. И мы нашли одного мальчика, которому было 4 года. Он 2 года жил на улице. Он, ну, только лаял. Он не мог разговаривать. И у него тушили бычки. Ну, сигареты тушили. И он не умер. То есть 2 года он прожил на улице. То есть 2-летний ребенок уже мог себя обеспечить на улице. То есть, а мы 4 года, да. То есть мы уже можем за себя постоять. Мы уже знаем, кто мы такие. Мы уже знаем свою цель. Мы знаем свою миссию. Мы знаем того Иисуса, который создал каждого из нас. Который умер за нас. Который дал нам эту благодать. Быть в этом городе для того, чтобы свидетельствовать о Его славе. Свидетельствовать о Его чудесах. Свидетельствовать о Его жизни. То есть в следующие... В следующую субботу у нас будет в 4 часа к нам приезжает пророк Питер Кумар. Это человек, который... Ну, ну, те, кто давно знают меня, они знают мое отношение к пророкам, да. Но это человек, который пророчествовал в мою жизнь. В жизнь моей жены. И это исполнялось. То есть все, что он сказал, как от Бога, да. Все в моей жизни исполнилось. И я не приглашаю просто так, лишь бы пригласить пророка, чтобы сделать рекламу нашей церкви. Нет. Это мы за 2 года второй раз его приглашаем. И он будет... За 4 года второй раз. Да, за 4 года второй раз. То есть мы пригласили его, чтобы он послужил нашей церкви. Послужил каждому из нас. Он будет проповедовать, он будет пророчествовать, он будет говорить слово от Бога. Так что приходите и приводите с собой, естественно, друзей, знакомых, как я сказал в прошлое воскресенье. Всех, кого вы знаете, кто любит ходить к гадалкам, в следующую субботу. Давайте... Ну, самое главное, вы должны понять, что цель приезда пророка, это не набить нашу церковь верующими людьми из других церквей. Потому что все другие церкви, они любят ходить по пророкам. Это не цель. Цель – это пригласить неверующих людей. Потому что пророческий дар – это как знамение для неверующих, говорит Библия. Так что давайте мы пригласим как можно больше неверующих людей, чтобы они имели возможность узнать Божью славу, Божье слово, Божье направление, вдохновение. То есть приглашайте всех своих друзей, знакомых, соседей. То есть просто пригласите их. Скажите, пошли со мной. Идем мы, ну, я знаю, будет ответ для тебя. Это первое. А в воскресенье в 4 часа уже будет праздник. То есть будет уже празднование этого, это 4-й годовщины, празднование Божьей славы, Божьего... То есть мы будем как такое дело свидетельства. Смотри, что сделал Господь за 4 года. То есть будет презентация. То есть будут... Ну, я говорил, что вот в воскресенье приглашайте всех, кто кидает в нас камни. И в вас камни. Обзывая вас разными словами, там, как по-разному там называют нас. Вы сами знаете, как вас называют. Вот пригласите всех тех людей, чтобы они пришли в воскресенье. Почему? Потому что именно в воскресенье мы будем презентовать, что делается в нашей церкви. Какие программы мы проводим. Какие цели перед нами стоят. Что Бог сделал там в плане освобощения, в плане исцеления, восстановления семей. То есть, ну, если... Когда пришли к Иисусу, да, ученики Иоанновы. Пришли к Иисусу и говорят, нас Иран прислал и хотел спросить, а ты тот, которого нам надо было ждать или нет? А Иисус говорит, ребята, что я буду вам говорить? Люди воскрешают, люди исцеляются, восстанавливаются, освобождаются. Сами решайте. Я тот или не тот. Точно так же, когда мне задают вопрос, откуда вы знаете, что вы истинная церковь. Вот точно так же я отвечаю. Семьи восстанавливаются, люди освобождаются, люди исцеляются, люди получают финансовый прорыв. Сами решайте. Потому что, ну, Библия говорит, что грешников Бог не слушает. Не слышит, да. Да, грешников Бог не слышит. Это первое. И ни своих людей он тоже не слышит. Он общается, у него общение только со своим народом. Так что, если Бог отвечает на молитвы в нашей церкви, сами решайте. Истинная на Иисусе. Так что, в следующую пятницу, в 4 часа, приглашайте всех своих знакомых, всех своих друзей. Это наш праздник. Это не праздник Юры. Это даже не праздник... Воскресенье. Ой, воскресенье. Я опять не услышал? Соли. В воскресенье в 4 часа приглашайте всех своих знакомых. Это наш праздник. И после служения у нас будет наш хлеб и соль, как обычно. Ну, а дальше будет застолье, общение и, ну, делиться опытом там и так далее. Это то, что касается таких, ну, массовых мероприятий, которые у нас будут в феврале и в марте. Ну, еженедельные. То есть завтра у нас понедельник. Домашняя группа у Юлдус. Во вторник. На что? Уже третий раз говорил. В понедельник у нас ничего нет. Во вторник. В 6.30, да? В 8. Короче, во вторник. Кто хочет попасть на группу Юлдус, вот она стоит. Подойдите к ней. Она вам скажет, куда прийти, во сколько прийти. Вон ее, этот, с домиком такой, этот, как его называется, плакат. Можете посмотреть, что они там делают. Они там молятся, кушают, общаются. Там у них библейский урок. И я смотрю, что у нее тоже начинает группа расти. То есть уже в прошлый вторник у нее там уже места не было, где сидеть. Так что, пожалуй. Ничего. Бог благословит мебелью еще. А вы же по-узбекски можете на коврах. У вас половина узбеков. Опыту Валентины возьму. Вот. Следующее. Во вторник. В этот вторник будет уже? В церкви или где? Ага. Во вторник у нас группа для тех, кто хотел бы изучить, что такое исцеление. И возможно открыть в себе дары целителя. Так что Лариса, она сзади, такая с беленькими волосами. Подойдите к ней и узнайте, где будет проходить группа. Лариса, помаши еще. В среду, в 7 часов вечера у нас репетиция группы прославления. То есть если вы знаете или чувствуете, что у вас есть какой-то дар. Вы различаете звуки. И у вас есть голос. А голос есть у всех. Если нет, то поставим. Пожалуйста, приходите. Или возможно вы знаете, как управлять. Ну знаете, как это? На пульте. Звуком. То есть приглашайте. Приходите. Нам нужна группа прославления. Даже если у вас нету слуха и вы не умеете петь, но у вас есть желание управлять на пульте. Приходите. Мы вас научим слышать и петь и играть на пульте. Пожалуйста, приходите в среду в 7 часов. В четверг у нас... Мы начали библейскую школу. Это фундаментальный первый блок из трех уровней. Это 21 урок. У нас проходит библейская школа. То есть если вы уже записались и будете ходить по четвергам. Пожалуйста. Те, кто уже были в четверг. Вам в четверг нужно сдать домашнее задание. Те, кто не ходит по четвергам. Но вы тоже записались и хотели бы быть в библейской школе. Сегодня после служения. Все, кто записались и кто не был в четверг. Пожалуйста, останьтесь на 15 минут. Я хочу вам дать направление, домашнее задание. И вы будете сдавать Валентине. У нас Валентина декан нашей школы. И она... Каждое воскресенье вам нужно будет тоже сдавать домашнее задание. То есть те, кто в четверг стартовали вместе с нами. Они уже все получили. Те, кто в четверг не смог. Вы стартуете с сегодняшнего дня. И у вас будут проходить занятия по... О, сдавать контрольные работы по воскресеньям. Это заочная школа. То есть мы не делаем ее каждый день. Мы просто делаем направление. Даем вам книги. Вы учитесь. И сдаете контрольные работы. Особенно, я сказал, особенно. Тем людям, которые ведут или участвуют в каких-то служениях. Эту школу нужно пройти обязательно. То есть это заочно. Нужно взять книжку, прочитать и ответить на вопрос. Почему? Я объяснил в четверг. Некоторые задали мне вопрос. Зачем мы уже по 20 лет, по 15 лет верующие? Ну, я ответил на этот вопрос так. В каждой церкви... В каждой церкви... Поэтому мы и разные. Это неплохо, что мы разные. Но в каждой церкви есть свое понимание. Там, фундаментальных вещей. Что такое Дух? Кто такой Дух Святой? Что такое Царство Божие? Что такое Библия? Что такое Церковь? Что такое спасение? Каждая церковь понимает это по-разному. И по-своему. И это нормально. То есть каждый живет в каком-то своем откровении. И для того, чтобы хотя бы среди нас не было споров. Особенно среди людей, которые очень долго верующие. Чтобы между нами хотя бы не было спора, было единство. Вам нужно пройти эту школу, чтобы понять, куда вы ходите вообще. Почему у нас такое понимание? Почему мы понимаем так, а не иначе? Почему мы понимаем не так, как вы, к примеру, научены? Потому что есть вещи, которые... Ну, люди задают вопросы. Я говорю, вы же 20 лет в церковь ходите. Как вы можете это не понимать? А он мне говорит, а я так научен. И я не сужу этого человека. Это нормально. То есть каждый научен по-своему. Но для этого мы и делаем школу. Для того, чтобы вы понимали, куда вы ходите. Ну, какие вещи. То есть первый блок это фундаментальных вещей. Второй блок это уже людей, которые будут изучать, кто такой служитель. И изучать лидерские качества. Третий блок это уже будет для лидеров. То есть для людей, которые уже ведут группы, ведут служение. Так, ведут какие-то направления. Четвертый блок это уже пастырское служение. Это уже люди, которые будут брать, возможно, больше ответственность. Да, то есть, к примеру, да? У Юлдус и у Валентины начался рост. Это говорит о том, что это уже пастырское служение. То есть если Бог доверяет людей, это пастырское служение. Но если, ну, есть пастырское сердце, но нет пастырских знаний, куда человек может привести? В тупик. Ну, не то, что в тупик. Он будет, ну, вести этих людей, как он понимает. Да, свое блуждение. Да, но для этого есть школа, чтобы, например, я проходил эту... Ну, каждый пастыр, он проходил свою школу, да? И уже пастыр Сандей, когда отправил меня в Нью-Йорк, он понимает, что я не буду там от фонаря что-то там делать. Я не буду там что-то там, как некоторые... Я с неба получаю откровение. Да, я получаю с неба откровение. Но эти откровения, они в структуре. Дух Святой учит в Писании. Да, Дух Святой учит. Да, но есть понимание. Если я всегда говорю, если вы видите, что меня занесло, подойдите мне об этом, скажите. И уже пятый блок, это уже для миссионеров. Это для людей, которые поедут там в Ургуай, в Африку, в Узбекистан. То есть те, кто из Узбекистана, поедут служить в Украину. Те, кто из Украины, поедут в Узбекистан. Ну, у вас, ну, все так. Good luck. Да, так что, пожалуйста. Пожалуйста. Все, ну, кто хотел бы попасть в эту библейскую школу, есть Валентина. Пока, это сегодня только первый урок для заочников, которые не ходят по четвергам. То есть, если вы сегодня не запишетесь у Валентины, то есть вам придется ждать 21 неделю. Вот, так что, пожалуйста, участвуйте в этой школе. Следующее. В пятницу у нас ночная молитва. Домашняя группа. Ой, да, в пятницу перед ночной молитвой домашняя группа у Валентины. То есть, если вы хотели бы попасть на эту группу, подойдите к ней, она вам расскажет время, адрес и где это все проходит. И в 11 часов вечера у нас ночная молитва. Для людей, которые служат или ведут служение, хотя бы один раз в месяц вам нужно быть на ночной молитве. Потому что некоторые мне рассказывают там, ой, я не был на ночной молитве, мне так устал. А потом я узнаю, до пяти утра смотрели фильмы. Вот, случайно. Да хоп, узнал. Вы же не забывайте, есть дух святого, который нам рассказывает. С неба. Да, с неба. Так что, если вы не приходите на ночную молитву, а участвуете в служении, рано или поздно, мы приняли это, кстати, на лидерском собрании 1 февраля, что рано или поздно, не удивляйтесь, когда вам скажут, извините, но вы должны пока посидеть в зале. Так что, пожалуйста, школы и ночные молитвы, это для тех, кто уже участвует в служении, пожалуйста. Почему нужно это? Потому что в каждой, ну, как бы в структуре должны быть профессиональные, подготовленные люди. И если люди не проходят школы, если люди не участвуют в жизни церкви, а ведут какие-то направления, как я могу за них отвечать? Потом скажут, а вы откуда? А мы с крестьянской церкви, а давайте сюда пастора. И пастору начнут рассказывать, какой пастор плохой, не подготовил своих людей. Так что мы выходим на новый профессиональный уровень. Нам уже 4 года, мы переходим в 5-й год, это уже, ну, мы с каждым годом взрослеем, становимся уже тверже и так далее. То есть в пятницу, пожалуйста, ночная молитва. В следующую субботу у нас, кажется, никаких мероприятий. А, здрасте. Я уже забыл. Я уже забыл. В следующую субботу у нас годовщина. Я пока рассказывал, уже забыл весь график. В следующую субботу у нас годовщина. Приезжает Питер Кумар в 4 часа. Пожалуйста, приходите. А, да, кстати, поверьте, по опыту прошлого, прошлых лет, когда приезжал пастор Питер Кумар, у нас люди стояли на улице. Так что те, кто любит приходить не вовремя, а лучше прийти без 15, если вы хотите иметь место, а не стоять на улице. А он вел служение до 10 или до 11 часов вечера. Так что если вы, или чтобы вы не обиделись, что у вас нет места, пожалуйста. Мы, конечно, увеличим здесь место. У нас и на сцене здесь будут места, и вдоль стены у нас будут, ну, такие стульчики. Но лучше сидеть не на голове у Питера Кумара, а смотреть на него, ну, вперед в лицо. Так что, пожалуйста, пожалуйста, в следующую субботу без опозданий. И воскресенье у нас праздник. Годовщина. Нам 4 года. Мы будем праздновать, веселиться. И пускай об этом, ну, о нашей церкви просто услышат, что мы действительно есть на этой земле. Все. Аминь. Пожалуйста, воскресенье. Аллилуйя, народу же. Это прекрасное время, когда мы можем посвятить личным разговором с нашим отцом. Открыть свое сердце, открыть свою душу, попросить его говорить с нами. Оставить всю суету за пределами его Бога. И наслаждаться его благословением, благоволением. Слушайте внимательно свое сердце. Его Господь уже присутствует с нами. И все, что нам нужно, это просто быть внимательным. Аллилуйя. Я люблю тебя, мой Бог. Я люблю тебя, Иисус. Всем сердцем, всей душой. Я люблю тебя, иисус. Я люблю тебя, иисус. Я люблю тебя, иисус. Свой Дух на меня. Царство Ты в судьбе моей, Царство Ты в семье моей, Я превозношу Тебя, мой Бог. Ты защита моя, Ты надежда моя, Буду я любить Тебя всегда, Всегда. Я люблю Тебя, мой Бог, Я люблю Тебя, Иисус, Всем сердцем, всей душкой Тебе я молюсь. Жаль, будь я тебя, Жаль, услышать Тебя, Извивай, свой Дух на меня. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, Мой Бог, я люблю Тебя, Иисус, Всем сердцем, всей душой Тебе я молюсь. Жажду видеть Тебя, Жажду слышать Тебя, Изливать свой дух на меня. За судьбы в судьбе моей, За судьбы в семье моей, Я привознощу Тебя, мой Бог. Ты защита моя, Ты надежда моя, Буду я любить Тебя всегда. О, Господь, Ты защита моя, Ты надежда моя, Буду я любить Тебя всегда. О, Господь, Ты защита моя, Ты надежда моя, Буду я любить Тебя всегда. О, Господь, Ты защита моя, Ты надежда моя, Буду я любить Тебя всегда. О, Господь, Ты мой Бог. Мы будем любить Тебя, Господь, как и все, Господь. Мы жаждаем Тебя, сердце своем, Господь. Твое присутствие, Твоя любовь, Твоя благодать – это все, что нужно нам, Господь. Изливайся своей водой чистой, Господь, Духом Святым. Избавляй нас, Господь, от мыслей, Избавляй от неуверенности, Избавляй, Господь, от греха, Очищай нас, Господь. Уливай чистоту Духа своего, Господь. Своей любовью, Господь, очищай нас. Я люблю Тебя, мой Бог, Я люблю Тебя, Иисус. Всем сердцем, всей душой Тебе я молю. Ты меня, Господь, жажду и день.